Здравствуйте, меня зовут Полина Баттичелли, я психолог. В этом видео я хочу поговорить о последствиях шоковой травмы, так называемом ПТСР, посттравматическом стрессовом расстройстве. Если вы чувствуете периодически наваливающуюся на вас апатию, постоянную тревожность, сковывающий вас страх в определенных ситуациях, возможно, у вас ПТСР. Но вы можете подумать, ну какой у меня может быть ПТСР, я не участвовал в военных действиях, я не являюсь жертвой насилия, я не попадал в автокатастрофу. На самом деле, как ни удивительно, посттравматическое стрессовое расстройство может быть у человека, у которого не было таких экстремально серьёзных ситуаций, связанных с угрозой жизнью. Но ряд других ситуаций, казалось бы, менее значительных, тоже может приводить к симптомам ПТСР. Например, это будет медицинское вмешательство, какая-то операция. Даже не обязательно, как это внутриполосная, это может быть, там, не знаю, когда куда-то вставляли катетер или что-то, где организм чувствовал угрозу своей жизни или целостности своего тела на бессознательном уровне. Это может быть ситуация даже какого-то падения с велосипеда, или, например, ребёнка учили плавать, а он думал, что его топят. То есть, бессознательно ощущал это как угрозу жизни. Ну, мы знаем, что методы, как учили раньше плавать детей, были не самыми мягкими. То есть, могли просто бросить, например, ребёнка в воду и плыви как хочешь. А у ребёнка потом ПТСР, и у взрослого потом ПТСР. И даже, как неудивительно, бывает так, что ситуация рождения человека является травматичной, и с самого младенчества у младенца остаются симптомы ПТСР. И, конечно же, и сам человек, и его окружающие будут воспринимать это как часть характера человека. Хотя на самом деле это расстройство психики, и это связано с нервной системой. Вот есть такой замечательный психолог-психотерапевт из США Питер Левин, который разработал уникальный метод работы с посттравматическим стрессовым расстройством через тело. И благодаря его исследованиям мы знаем, что оказывается симптомы ПТСР – это не что иное, как застрявшая в нервной системе энергия, нервные импульсы. Как это произошло, как он пришёл к этому открытию? Я хочу рассказать, чтобы вы понимали механизм работы этого расстройства. Питер Левин заметил, что у диких животных никогда не бывает ПТСР, хотя они тоже попадают в ситуации, опасные для жизни. Например, газель, которую поймал гепард. Гепард уже начинает её есть, но в какой-то момент он отвлекается на конкурентов, на гиену, которая тоже хочет поживиться газелью. Чтобы прогнать гиену, он отпускает газель, которая выглядела уже мёртвой, и внезапно газель убегает, как ни в чём не бывало. Питер Левин внимательно изучал подобные ситуации, и вот к чему он пришёл, какие наблюдения он сделал. Есть вот у нас в мозге, так же, как и у газели, так называемый режим «бей или беги». Я думаю, многие про него слышали. Он связан с глубинными отделами мозга, и это связано с симпатической нервной системой. Вот у нас есть две нервные системы. Может помните, из школьной биологии. То есть нервная система одна, но в ней выделяют часть, которая называется симпатическая, и часть, которая называется парасимпатическая. Когда мы в своём обычном состоянии, либо в пассивном состоянии, то у нас работает парасимпатическая нервная система. А когда мы в состоянии боевой готовности, когда мы готовы защищать свою жизнь, убегать или сражаться с врагом, эта симпатическая нервная система работает. И организм на самом деле в совсем другом режиме работает, по-другому работает дыхание, останавливается пищеварение, по-другому работают гормоны, много адреналина и действительно аккумулируется очень большое количество энергии, чтобы спасать свою жизнь. И вот когда человек в этой ситуации бьёт или бежит, эта энергия находит выход, и так же, как газель, когда она бежала, всё было в порядке. Но когда у человека нет возможности бить или бежать, тогда появляется шанс схлопотать так называемое расстройство. Потому что, посмотрим на газель, она бежала, 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 её поймали, у неё включается режим замереть, то есть я не могу бить, я не могу бежать, что у меня остаётся? Замереть. И в этом режиме замереть тоже определённые механизмы срабатывают в нервной системе, это всё было изучено. Вот, например, Порджес тоже разработал пульвагальную теорию так называемую, когда он изучал, какие нервы работают и как работают в таком состоянии. Вот, и когда газель замерла, она на самом деле не чувствует боли, то есть вот в этом состоянии оцепенения, такого заморозки, действительно хищник начинает её есть, откусывает, может быть, куски мяса, она не чувствует боли. Я ещё раньше, когда я смотрела на все эти видео «Дикой природы», я думаю, какой ужас, от тебя заживо отрывают куски мяса, это же, наверное, невероятно больно. Но на самом деле они не чувствуют боли, потому что мозг переходит в такой определённый режим, в котором боли не чувствуется. Но при этом, и практически нет дыхания. С одной стороны, это режим, который защищает от боли, с другой стороны, это режим, в котором газель выглядит мёртвой, и гепард, думая, что она уже умерла, отпускает свои когти и свои зубы, чтобы отогнать гиену. И таким образом, притворившись мёртвым, у газели появляется шанс на выживание. И внезапно эта вся энергия, которая была остановлена в этом режиме оцепенения, вырывается наружу, и газель убегает. И затем, есть видео на ютубе, точнее было, к сожалению, сейчас удалили, иначе я бы прикрепила ссылку, где очень наглядно показано, что потом с ней происходит с этой газелью. Она садится на землю, и её начинают вот так вот трясти. И Питер Левин говорит, что это происходит так называемая разрядка. Энергия, которая выделялась мозгом в то время, когда газель была в состоянии оцепенения, находит выход через просто сокращение мышц всего тела. И вот так она протряслась, и пошла дальше, и всё, нет у неё никакого ПТСР. У людей этот механизм нарушен, у младенцев может это не происходить за счёт того, что их спелинали, они не могут двигаться. У взрослых куча социальных установок «возьми себя в руки». И также вот этот механизм разрядки, он очень сильно связан с эмоцией гнева, которая просто на физическом уровне переживается, как такой адреналин, и желание уничтожить своего, ну того, кто причиняет мне вот этот вред и угрозу. И когда человек с этим чувством сталкивается, конечно же, у нас начинаются социальные запреты очень часто. «Слится нехорошо», «Как я могу такое думать?» И мы это всё устанавливаем, восстанавливаем, восстанавливаем, и энергия не находит выхода. И она может годами у нас сидеть в нервной системе, и мы будем испытывать флэшбеки, то есть обрывочные воспоминания травматичных событий. У нас будет острой реакции на триггеры, то есть в определённых ситуациях нам будет становиться очень страшно. И у нас будет вот этот сковывающий страх, тоже в определённых ситуациях. Казалось бы, мы головой понимаем, что, например, ситуация безопасная, а тело это ощущает как угрозу жизни, и я заставить себе что-то сделать не могу, например, там, не знаю, общаться с определёнными людьми, выйти на сцену, сделать какое-то, заявить о себе и так далее. Вот эти страхи, они могут тоже быть связаны с опытом шоковой травмы, так называемой. То есть под шоковой травмой в психологии понимают травму, когда человек ощущал, неважно, была она на самом деле или нет, но человек ощущал угрозу жизни или целостности своего организма, и энергия, выделившаяся его мозгом в нервную систему, не нашла разрядки, не нашла выхода и застряла. И таким образом мозг периодически снова входит в этот режим бым-бым-бым-бым-бым, сирена, ахтунг-ахтунг, бей или беги. Хотя вроде бы ситуация уже спокойная, то есть внезапно включается симпатическая система, потом происходит как бы слишком много энергии в системе перегруз, и опять всё схлопывается, и опять апатия, и человек находится в парасимпатической системе. Ну так в двух словах, в общем, объяснила, как это происходит. И вот эта тряска антилопы, которая называется разрядка, это то, чего психолог в работе методом Питера Левина, который называется ещё Somatic Experiences, но есть также другие названия у методов, которые основаны на похожем принципе. В этом методе цель дать выход энергии, чтобы произошла разрядка. И вот этот замечательный метод работы с шоковой травмой, я, например, научена методу, который называется диалог с телом, который объединяет теории Питера Левина и Порджеса, поливагальную теорию. И как, например, происходит работа с клиентом? Она происходит следующим образом. Клиент сидит в удобном, тихом месте, обязательно должно быть удобное сидение, потому что мы работаем через тело. И причём работа прекрасно происходит онлайн, потому что мне физически вмешиваться не обязательно. Я могу просто беседой вести, направлять процесс. То есть сначала клиент скажет о том, какие жалобы, какие симптомы его беспокоят. Затем мы определим, что будет являться признаком того, что работа успешна. Ну, например, если это был сковывающий страх в определённых ситуациях, то этого страха нет. Вот представляя себе эту ситуацию, я больше не ощущаю никакой скованности. Это будет, значит, знаком... То есть мы определяем вот этот маркер, что мы поработали хорошо, и что действительно мы достигли того, чего хотели. После того, как мы определяем этот маркер, я задаю вопросы относительно симптомов, ощущений и чувств, и периодически предлагаю выполнить движение или обратить внимание на тело, на какую-то часть тела или на дыхание. И таким образом мы как бы ведём такой диалог с телом, и тело нам рассказывает историю, причём не обязательно помнить конкретно, что случилось. Этим метод вообще замечательный, что вообще не важно, что там было в действительности, и нам не обязательно восстанавливать всю цепочку событий. Нам важно убрать застрявшую энергию из нервной системы. И вот таким образом, обращая внимание на тело, клиент начинает испытывать определённые ощущения, и происходит маленькими порциями разрядка этой энергии. Она будет ощущаться как лёгкая дрожь, жар или расслабление. Часто люди зевают, начинают. Это значит, что происходит разрядка, и мы это делаем не сразу всю, а маленькими порциями, постепенно опираясь на ресурс. И таким образом освобождаем эту энергию, и расстройство исчезает бесследно. Единственное, что надо сказать, что несмотря на то, что метод краткосрочный и очень эффективный, он, конечно же, зависит тоже от самого клиента, от его способности принять собственный гнев, и от количества травм. Потому что может быть у человека травм несколько, и это будет так называемый КПТСР, комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. И если это так, то одной сессии точно будет недостаточно. Ну или если травма очень серьёзная, то может понадобится несколько сессий. Но в любом случае метод краткосрочный, метод очень эффективный, не нужно помнить конкретное событие, достаточно просто иметь симптомы, которые относятся к ПТСР, чтобы попробовать этот метод. Если вам интересно, если для вас это актуально, обращайтесь ко мне, я работаю в этом методе онлайн. Вся информация по ссылке в описании. Если вам видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была Полина Ватичелли. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok